МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На чем именно основаны такие выводы СИП, расскажем в нашем сюжете. Секретарь Совета по продвижению инвестиций национального значения Наталья Бижан пояснила в эфире телеканала ТВ-8, что решение о приостановке вещания 5-го канала и радиостанции Маэстро-ФМ принято на основании аргументов, представленных директором службы информации и безопасности. На вопрос ведущей, было ли выявлено незаконное финансирование канала, Наталья Бижан ответила отрицательно. Информация, по ее словам, касалась только конечных бенефициаров. Речь идет о фактических бенефициарах. Все. Вам известно, кто они? Из доклада информационной записки, представленной членами Совета, в частности, Службы информации и безопасности, фактическими бенефициарами являются господин Плохотнюк и господин Шор. Соответственно, на основании данной информации было принято практически единогласное решение о временном отзыве лицензии. 20 марта Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения принял решение о приостановке в качестве превентивной меры действия разрешительных документов компании SRL Media Content Distribution, которая является учредительницей телекомпании «Канал-5» и радиостанции «Маэстро-ФМ». Официальный документ был отправлен компанией 22 марта. В нем сообщается, что директор СИП Александру Мустяце уведомил членов Совета о выявлении связи компании SRL Media Content Distribution с группой «Плохотнюк-Шор». Данные службы указывают на то, что фактическими бенефициарами «Канал-5» являются Владимир Плохотнюк и Илон Шор, исходя из следующих соображений. Редакционная политика и медиа-контент телеканалов «Аризонт-ТВ», «Прайм-ТВ» и «Публика-ТВ», лицензии на вещание которых были приостановлены решением Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения 27 декабря 2023 года перешли к телеканалу «Канал-5». Адрес редакции администратора телеканала «Канал-5» улица Геачейлор и идентичен адресам «Канал-2», «Канал-3», «Прайм» и «Публика-ТВ». Номер телефона администратора, внесенный в реестр поставщиков телемедиа-услуг Совета по телерадиовещания, идентичен контактному номеру администраторов «Канал-2» и «Канал-3». Принимая во внимание эти данные, господин Мустяце предложил приостановить действие лицензии на вещание компании «Медиа-контент-дистрибьюшн» на период времени, необходимой для сбора и проверки Советом информации о заявленных несоответствиях относительно фактических бенефициаров. Говорится в принятом решении Совета. Отметим, что наш телеканал не имеет ничего общего с медиовещателями, названными главой СИП. На пятом канале работают сотрудники, ранее работавшие на других каналах, причем не только перечисленных СИП. Это естественный процесс на медиарынке, который испытывает большой дефицит профессиональных кадров. Некоторые журналисты меняют место работы вместе со своими авторскими проектами, и это не запрещено законом. Но это не означает миграции редакционной политики. «Что касается адреса, по которому расположены редакции и студии, то мы фактически арендуем помещение и оборудование у ранее работавшего здесь холдинга GMG. Но эти помещения пустовали, и наши коммерческие отношения закреплены в соответствующих документах. При этом «Пятый канал» далеко не единственный арендатор. Что касается контактов администратора компании, то реестр СМИ, на который ссылается глава СИП, является общедоступным документом, опубликованным на сайте Совета по телевидению и радио, из которого легко убедиться в том, что предоставленная мустяца информация не соответствует действительности. Редакция «Пятого канала» отмечает, что подобные доводы не могут служить основанием для таких серьезных подозрений, что из-за этого весь коллектив будет лишен возможности работать и, соответственно, получать зарплату на неопределенный срок. В контексте вышесказанного «Пятый канал» отвергает все обвинения, и мы еще раз повторяем, что делаем свою работу равноудаленно и объективно. Кроме того, от имени коллектива телеканала считаем необходимым подчеркнуть, что «Пятый канал» не допустил каких-либо нарушений законодательства страны, которые могли бы повлечь за собой такое серьезное наказание, как приостановление действия лицензии. «Пятый канал» стабильно занимает первую строчку по популярности у телезрителей, согласно данным компании AGB, измеряющей телевизионную аудиторию. И это главный знак признательности за нашу работу, доверие и популярность у публики. «Мы считаем действия властей грубым нарушением демократических норм, таких как свобода выражения мнений, редакционная независимость и свобода творчества, гарантированные как Конституцией, так и Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах. Мы со своей стороны будем защищать свое право на труд всеми законными способами». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok